Праздник 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 Фестиваль день русской славы проходил у стен Софийского собора. Такое местоположение было выбрано не случайно. Особое значение для всей русской истории имеет Софийский Вознесенский собор, заложенный 30 июля 1782 года. Именно в это время турки захватили однородный пост. из главных святынь вселенского православия Софию Константинопольскую. Весь христианский мир был потрясен совершившимся кочунством. Императрица Екатерина II решила до тех пор, пока святыня находится в руках мусульман, заменить ее, воздвигнув Софийский храм в новом городке Блесцарского села. В 1817 году Софийский собор стал церковью и гвардии гусарского полка, одного из наиболее прославленных полков российской армии. Церскосельской Софии пришлось пережить поругание, разруху и долгое забвение, но она выстояла и поднялась. В 90-х годах прошлого века началось возрождение этого величественного пятиглавого собора, который сегодня является сердцем царского села. Церскосельский фестиваль День русской славы собирает гостей от мала до велика. Многим интересно узнать, как жил, трудился и сражался наш народ в старину. Каждый смог себе найти забавы и занятия, полезные для укрепления духа и плоти. Приехали на День воинской славы в город Пушкин порадовать жителей Пушкина нашим лучным тиром и привезенным с нами оружием, которое можно посмотреть, померить, подержать в руках и познакомиться таким образом с воинской культурой средневековой Руси и претечи того государства, в котором мы живем сегодня. Ну, естественно, интерес к Руси обусловлен не только желанием все это померить, но и любовью к своей родине, к своему отечеству, к нашим людям, к нашей культуре. День русской славы прежде всего семейный праздник. На нем есть чем заняться и взрослым, и детям. Можно водить хороводы, перетягивать канат, пострелять из лука, примерить на себя кольчугу или шлем ратника. Прочувствовать, каково ему было в бою один на один с противником. Прямо под открытым небом в городе мастеров можно самому слепить глиняный горшок, свистульку или выковать гвоздь. Показательные кулачные бои, парад витязей и гусаров. В рамках фестиваля прошло торжественное шествие участников в исторических костюмах, реконструкции событий и сражений из истории города. Можно было увидеть детские спектакли. Ну, Петь, молодец. Всю зарядку сделал, ничего не перепутал. Ну, ладно бы, надо бы мне делом заняться. Неси корзинку мою. Ой, Петь, я в леса далеко пойду. Кричать будешь не услышать. Так что ты внимательно слушай мой наказ. Много интересных событий в этом году проходит в Пушкине. В эти летние дни царское село отпраздновало свое 300 пятилетие. Для всех нас действительно это очень важный день, потому что мы его расцениваем как день единения всех граждан разных поколений. 305 лет назад было заложено царское село. Хорошей традицией стало то, что этот праздник очень грандиозно отмечается, все к нему готовятся. Организаторы сделали все необходимое для того, чтобы были созданы условия для его проведения, для хорошего настроения, для демонстрации того, что наш город один из самых достойных городов России. И мы гордимся этим, гордимся и нашим прошлым, и настоящим, уверен, что и будущим. С праздником царского села! Царское село называют музеем под открытым небом, великой святыней России. История его возникновения восходит к петровским временам. С тех пор эта земля застраивалась и преображалась, стяжав мировую славу. Более 60 храмов находилось на землях царского села. В богоборческие времена многие из них были полностью уничтожены. 305 лет исполняется царскому селу. Такая маленькая, какая-то круглая дата такая. Но отрадно, что вот на протяжении вот этих пяти лет мы видим огромнейшие изменения в облике в целом царского села, начиная от поражения лиц людей, заканчивая тем порядком, который наводится в городе. Очень приятно, что этот день начинается с молитвы. И огромное значение имеет, конечно, и воссоздание храма в царском селе. Один из символов царского села, нынешнего царского села, возрожденного царского села. Это Екатеринский собор, который пять лет назад был восстановлен, освящен святейшим патриархом. И с того времени этот храм, это место молитвы, это место, где мы молимся о том, чтобы Господь хранил царское село, чтобы Господь оберегал, чтобы Господь давал нам возможность еще больше и больше потрудиться на благо Отечества, на благо Русской Православной Церкви, на благо города, в котором мы живем, на благо царского села. Екатеринский собор принял на себя страшные удары безбожных времен. В 1939 году храм был взорван. На его месте установили памятник Ленину, который простоял на останках собора более 40 лет. В 1995 году приходом Софийского собора рядом с памятником был водружен поклонный крест, у которого люди молились о воссоздании собора, возрождении царского села. В начале 2000-х годов начались масштабные археологические раскопки фундамента собора, с окончанием которых приступили к воссозданию святыни. Долгие годы считали, что второй жизни у Екатерининского собора не будет. Он останется лишь в памяти народной и на совести тех, кто недобрыми руками его разрушал. Но к месту строительства шли люди, чтобы внести свою посильную лепту в строительство чудесного храма. Приходили целыми семьями, желая оставить частичку своей души в сводах собора, где будет возноситься молитва к Богу о всех и за вся. 27 июня 2010 года святейший патриарх Московский и всеяруси Кирилл совершил чин великого освящения Екатерининского собора и божественную литургию во вновь освященном храме. Воссозданный Екатерининский собор может вместить две тысячи человек, но тогда желающих посетить патриаршее богослужение было гораздо больше. Сегодня на соборной площади царского села возвышается воссозданный белокаменный храм во имя святой великомученицы Екатерины. Как и сто лет назад, Екатерининский собор своим величественным видом служит украшением этих мест и вновь стал людским пристанищем и душ прибежищем. Для меня это родной город, с которым меня очень многое связывает. Фактически вся моя жизнь прошла здесь в царском селе и проходит вся жизнь в царском селе. Когда сказал замечательный поэт, что отечество нам, царское село. Вот это вот и для меня есть мое отечество. Конечно же, работать и жить в этом городе – это огромное удовольствие, но и огромная ответственность за сегодняшний день, за его будущее, и за благополучие, безопасность проживания здесь всех граждан. Поэтому для меня это прежде всего вот та доля ответственности, которую несешь за то, что здесь происходит. Царское село – одно из возлюбленных мест российских императоров, созданное трудами гениальных зодчих за свою красоту, воспетая великими поэтами, перенесшие жестокие разрушения и поругания в богоборческие годы, в годы оккупации. Сегодня город преобразился. Преображается царское село, возносятся в небо золотые кресты. По милости Божией, всесильным молитвам Пресвятой Богородицы и стараниями людей возрождаются старинные царскосельские храмы, возводятся новые. По заступничеству небесных покровителей царского села преображаются души и жизнь людей. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ